Приветствую вас дорогие друзья, вновь подоспевшие участники вебинара. Меня зовут Суходоев Алексей и сегодня будет необычный вебинар, потому что к этому вебинару, как я и обещал вам ранее, присоединился еще один спикер. Это человек, который уже погрузился в проект Skyway и больше года все, что вы видите в личном кабинете, все, что вы видите на сайте в форме написания статей и многое другая информация, которая достоверно подается о проекте Skyway из уст Skyway Capital, написана Андреем, новым дополнительным спикером вебинара. Это все самое интересное и актуальное в проекте Skyway. Андрей до этого работал маркетологом, совмещал работу также с преподаванием в области стратегического менеджмента и управления. И как раз таки рассказывал студентам о становлении многих компаний, корпораций, которые показали огромный успех. Всегда мечтал работать такой в компании, развивать такое направление. И наконец-то чуть более года назад нашел это направление. Я с удовольствием передаю ему слово, потому что со своим молодым взглядом он даст такой очень интересный, свежий взгляд на новости, которые происходят у нас в проекте Skyway. Ну а я далее во второй части вебинара также... Здравствуйте, дорогие друзья, партнеры, инвесторы проекта Skyway. Для меня вообще большая честь сегодня быть на этом вебинаре. Вот Алексей меня так уже в принципе представил, поэтому я даже, наверное, не буду ничего конкретного добавлять. А поэтому, наверное, сразу же перейдем к обсуждению новостей проекта Skyway. Тем более за две последние недели скопилось достаточно много. Но давайте, наверное, перед началом скажите, как мне видно, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Заодно проверим активность нашей сегодняшней аудитории. Вижу много сразу от кого-то плюсиков. Очень-очень много. Хорошо. Сразу вижу еще широкую географию всех инвесторов и партнеров проекта Skyway. Немножко громко. Давайте я могу сделать чуть-чуть потише. Вот так. Ну хорошо, давайте тогда, наверное, перейдем к обсуждению новостей. Первая, наверное, самая главная и самая интересная новость за последние две недели – это выступление Анатолия Эдуардовича Юницкого в Шаржи, в ОАЭ, на месте строительства будущего инновационного центра Skyway. Вообще, все его выступление, если вы его смотрели, его можно разделить на две большие части. В первой части Анатолий Эдуардович рассказывает партнерам-инвесторам о том, каких успехов сейчас достиг проект Skyway в ОАЭ, какие проекты на данный момент запланированы в ОАЭ. И во второй части он отвечает на три, на мой взгляд, очень важных, очень актуальных для каждого инвестора вопросов, которые я предлагаю нам с вами сейчас коротко обсудить и поговорить. И первое, собственно, что сказал Анатолий Эдуардович о том, что уже есть в ОАЭ с точки зрения реализации проекта Skyway. Первое – это 28 гектаров для четырех будущих трасс струнного транспорта. Второе – это первая трасса на 400 метров, которая, опять же, по предварительным планам должна заработать, если я не ошибаюсь, примерно в июне. И, собственно, на месте строительства, чуть дальше я покажу фотографии Ренвера, о том, как она уже сейчас строится. Эта трасса будет состоять из двух анкерных опор, из двух промежуточных опор, который, собственно, на данный момент уже работа на ней практически завершена. Третье – это тропический уникар. Я думаю, что последний, наверное, месяца три, я прямо отметил, наверное, вышло новости 4 или 5, о том, как тропический уникар готовится, о том, как проводятся его испытания, и готовится его транспортировка в ОАЭ. Опять же, если вы помните выступление Анатолия Эдуардовича, то он говорил о том, что сейчас тропический уникар готовится к транспортировке в ОАЭ, для того, чтобы успеть к моменту открытия нулевого километра. Так что мы с вами ждем. Я думаю, что это произойдет уже, опять же, в первых числах июня, и как только выйдет эта новость, я думаю, что через две недели мы уже с вами сможем посмотреть на тропический уникар в той атмосфере, в том окружении, для которого он изначально был предназначен и создан. И четвертый момент – это десятки, на данный момент, есть десятки согласованных проектов, которые, я думаю, относятся не только к ОАЭ, а также это отдельный международный проект SkyWay, который в данный момент находится на уже стадии, ну, такой, наверное, предпроектной стадии, на стадии предпроектной подготовки. Несколько сопоставлений рендеров, которые у нас были, если я не ошибаюсь, примерно осенью прошлого года. То есть это вот картинка рендера будущего инновационного центра SkyWay, который был показан осенью 2018-го. И вот фотография, соответственно, уже со стройки. Это будущая анкерная опора. То есть вот, как бы, если вы видите на переднем плане, вот перед нами есть анкерная опора, вдалеке виднеются две промежуточные опоры и еще одна анкерная опора. И вот это, соответственно, кстати, тоже фотография сделана, если я не ошибаюсь, после Нового года. То есть на данный момент анкерная опора, там уже, мне кажется, завершена даже, ну, там уже видно ее в полную высоту, промежуточные опоры уже полностью поставлены. Вот. И тоже второй момент. Это отдельная история. Мне она очень понравилась в выступлении Анатолия Гвардовича о том, как в УАЭ планировалось построить гостевой дом, что изначально он планировался полностью быть сделан из дерева, о том, какие проблемы в связи с этим возникли, потому что в УАЭ запрещено строить деревянные сооружения из-за пожароопасности. Вот. Но в силу обстоятельств, в силу большой, на мой взгляд, актуальности, привязанности местных властей к проекту Skyway, все-таки мы добились его разрешения. И вот сейчас, опять же, в видео, я думаю, вы видели, что сейчас гостевой дом тоже находится на стадии строительства. Я очень надеюсь, что к моменту прибытия тропического уникара и к моменту открытия нулевого километра в инновационном центре Skyway, он уже тоже будет полностью построен, и первые посетители смогут именно оттуда посмотреть на то, как он будет выглядеть. Второй важный момент, который затронул Анатолий Дородович Митский, касается того, что в данный момент находится в планах касательно реализации проекта Skyway как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и по всему миру. Касательно инновационного центра Skyway это, конечно же, три будущие трассы по 2,5 километра, где струнный транспорт может разгоняться до скорости 150 километров в час. Если я не ошибаюсь, в Экотехнопарке на данный момент самая длинная трасса, я боюсь назвать не точную цифру, но однозначно менее 1 километра, и скорость разгона там составляет до 90 километров в час. Вообще, в принципе, такая одна из довольно частых претензий к проекту, о том, что мы до сих пор не смогли показать эту скорость, скорость развития до 150 километров в час, заявленную скорость. Опять же, люди не хотят слушать о том, что у нас просто нет подходящей трассы, но я думаю, когда эта трасса будет реализована в ОАЭ, когда там будет протестирован струнный транспорт на скорости, на заявленной скорости 150 километров в час, я думаю, что все вопросы однозначно отпадут. Второй проект, крупный проект, который также касается ОАЭ, это институт Skyway, который будет реализован на базе американского института в Шарже, в котором будут... Институт, в первую очередь, будет предназначен для специалистов, которые будут заниматься развитием струнных технологий на Ближнем Востоке и для Ближневосточного региона. Это вполне разумный и понятный шаг, то есть создавать собственные кадры на месте реализации проекта. То есть большинство компаний именно этим и занимаются, особенно в первую очередь международных крупных, международных компаний. И третий очень интересный момент, который касается двух трасс, которые запланированы для строительства в Абудали. Это две трассы. Первая трасса для высокоскоростной, высокоскоростная трасса Skyway, вторая трасса это для для гиперскоростной трассы Skyway. Первая длиной 25 километров, вторая длиной 60 километров в Эмирате Абудаби. Почему в Абудаби, почему не в Шарже? Если посмотрите на карту ОАЭ, вы увидите, что собственно, вся карта ОАЭ, это вот в одном месте сосредоточено, там, по-моему, пять или шесть Эмиратов и один большой Эмират Абудаби. То есть он, ну, по своим размерам, он, по-моему, в два раза больше, чем все остальные Эмираты вместе взятые. Вот, то есть это самый крупный Эмират, именно поэтому две большие трассы для высокоскоростного и гиперскоростного транспорта Skyway, они будут располагаться именно так. Концепцию этих двух участков описал Анатолий Эдуардович, я вкратце, наверное, вам упомяну о том, как это будет работать. То есть высокоскоростная трасса длиной 25 километров будет работать по принципу 10 километров разгона, 20 километров пути и 10 километров торможения. То есть это необходимо для того, чтобы специалисты могли отслеживать работу транспорта на каждом этапе эксплуатации. То есть в момент ускорения, в момент движения и в момент торможения. Высокоскоростная трасса, вернее, гиперскоростная трасса с разгоном до 1250 километров в час, она планируется длиной 60 километров, исходя из расчетов 30 километров разгона и 30 километров тормозной путь. Последний, наверное, момент, который мне тоже очень понравился в выступлении Анатолия Эдуардовича, касается его фразы, мы приступим к адресным проектам до окончания строительства в УАЭ. Что для нас с вами, как для инвесторов и партнеров компании говорит эта фраза? Ну, для меня, в первую очередь, это говорит об уверенности заказчиков проектов Skyway в работоспособности и в эффективности транспорта. То есть еще до того, как будут завершены все работы в инновационном центре Skyway в Шарже, гарантированно будет начата реализация адресных проектов как в мире, так и в УАЭ. Давайте, наверное, мы с вами перейдем к следующей теме. Второй момент это вторая часть поступления Анатолия Эдуардовича. Это ответы на три вопроса, которые ему успели задать инвесторы. И я предлагаю вкратце их обсудить. Причем тут вопрос, так и, знаете, по нарастающей, от самого такого простого к самому, на мой взгляд, интересному. Первый вопрос это когда начнется реализация проекта в Абудане, то есть когда начнется строительство высокоскоростной и гиперскоростной трассы Skyway. Анатолий Эдуардович не стал давать конкретных сроков для того, чтобы не заниматься таким каким-то абстрактным спекулированием. Для примера компания, с которой, вернее, проект, с которым чаще всего сравнивают высокоскоростной и гиперскоростной транспорт с Skyway это Hyperloop Илона Маска. Я думаю, вы это знаете. И вот для примера момент, когда Илон Маск только заявил о том, что он планирует реализацию подобного транспорта, он состоялся в 2013 году. Первые испытания Hyperloop состоялись в 2018 году. То есть спустя 5 лет произошли испытания, когда он показал скорость 450-460 км в час. То есть, опять же, это два момента. Первое, то, что 5 лет потребовалось на то, чтобы реализовать этот проект, учитывая то, какие ресурсы имелись у Илона Маска. И второе, что даже при таких условиях скорость, которую он показал, она была мы с вами помним, что высокоскоростной транспорт SkyWay по заявленным техническим характеристикам будет развивать скорость до 500 км в час. То есть, он опять же будет скорее всего менее эффективен, чем наш проект. Поэтому, конечно, мы с вами будем ждать реализации проекта в Ubudami, но на данный момент точно конкретных дат мы назвать не можем. Второй вопрос, который можно обсудить чуть больше, это когда будет завершен первый адресный проект. И вот здесь мне что понравилось, здесь Анатолий Эдуардович дал такую, ну если не конкретную, то, скажем так, около конкретную цифру. Он сказал о том, что первый адресный проект в мире будет завершен, первый адресный проект SkyWay в мире будет завершен в 21-22 годах. Здесь надо ответить два момента. Первый момент касается того, что прозвучала фраза в мире. То есть, я думаю, что это может касаться как проекта в Абу-Даби, так как проекта в Объемных Арабских Эмиратах либо на Ближнем Востоке, либо, возможно, вообще проекта просто в какой-то стране. Может быть, это будет Европа, может быть, это будет Азия и так далее. То есть, но это будет гарантированно адресный проект, который располагается, не обязательно располагается на Ближнем Востоке. Потому что, ну вот сейчас, как бы, все инфоповоды, все основные новости, конечно же, связаны у нас с вами с реализацией SkyWay на Ближнем Востоке, и в частности, в Уайе. И второе, что однозначно первые адресные проекты будут реализованы еще до того, как будут завершены все работы по строительству и эксплуатации и началу эксплуатации инновационного центра SkyWay в Шарже. То есть, еще до того, как он будет завершен, по планам, текущим планам, которые у нас есть, адресные проекты уже будут завершены, и мы уже с вами сможем наблюдать то, как работает струнный транспорт в условиях городской среды. И третий вопрос, такой, наверное, самый острый, самый интересный вопрос с позиции любого инвестора, когда же проект выйдет на биржу? Вот, наверное, тут у меня до начала есть вопрос к вам. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат все те, кто также ждет выхода проекта на биржу. То есть, есть ли среди нас, присутствуют ли у нас среди нас эти инвесторы? Да, вот прям сразу вижу такой, очень большой ажиотаж, да, большое количество плюсов. Все ждут, все очень-очень ждут. И можно тогда еще второй вопрос. В одном, двух, может быть, трех словах, вот скажите, по какой причине, вот я сразу вижу здесь очень логичный вопрос, что он даст биржа, и вот можете сказать в двух-трех словах для вас, почему для вас важен выход компании на биржу. И с чем вы этого ожидаете? Вот есть ли, может быть, какие-то вот там дивиденды, или там мы ждем, не знаю, признания проекта. Вот можете ли написать в одном-двух словах продать часть акций, отлично, да, продать часть долей. Еще есть какие-то варианты? Чтобы все перестали мучить этим вопросом, да, очень-очень правильно продать дивиденды, признание проекта, продать часть долей. Прекрасно. Вот смотрите, чаще всего, когда я слышу этот вопрос, и когда мы его обсуждаем с коллегами, когда мы обсуждаем его с другими инвесторами, первый ответ, который всплывает у инвесторов, касается именно того, что мы начнем получать, что инвесторы Skyway, и я в том числе, мы начнем получать дивиденды с проекта. Но, то вот как раз, о чем я хотел вам сегодня сказать, дивиденды, выплаты дивидендов не связаны напрямую с выходом проекта на биржу. То есть, если вы помните, в инвестиционной политике компании написано, что 20% прибыли компании будет идти на выплату дивидендов. Это раз. И два, точно так же, в плане, который состоит из 15 этапов, в плане реализации проекта Skyway, после 15 этапа, после выхода компании на самофинансирование и отказа от привлечения акционерного капитала, компания начнет получать прибыль, и именно с этой прибыли все инвесторы начнут получать дивиденды. То есть, согласно текущему плану, дивиденды начнут, мы с вами, как инвесторы Skyway, начнем получать дивиденды в тот момент, когда компания начнет получать прибыль, а не в тот момент, когда компания выйдет на биржу. Потому что, первое произойдет, когда мы дойдем с вами до 15 этапа, а до этого остается все меньше и меньше времени, причем, Я, опять же, не буду спекулировать цифрами, но вы сами видите, насколько быстро сейчас развивается проект. А касательно вопроса о выходе на биржу, вот здесь тоже очень правильный вопрос прозвучал, касательно того, что он вам даст, потому что, в первую очередь, для меня это признание проекта. Это признание того, что это большой, крупный, международный, масштабный проект. И, возможно, один из вариантов – это посмотреть на то, как эти доли будут конвертированы в акции, как они будут оценены на бирже, но это такой второй момент. Если вас действительно интересует, когда проект выйдет на биржу, мы сейчас готовим цикл статей, цикл текстов, и мы описывали процесс выхода на биржу. Международная практика заключается в том, что компания перед выходом на биржу должна показать как минимум три года стабильно высокого прибыльного результата. То есть три года компания должна получать стабильно высокую прибыль. И только после этого она сможет начать подготовку к выходу компании на биржу. И потом еще примерно год происходит сам процесс подготовки, и только спустя четыре года компания выходит на биржу. Но, опять же, я хочу, чтобы у вас в сознании закрепилось то, что выход на биржу не связан с получением дивидендов от доли. Он может быть связан с их продажей, он может быть связан с их котировками на бирже, но он не связан с получением дивидендов. И это все закреплено в наших документах. Потому что у нас сейчас такое бытует мнение, которое мне сегодня хотелось бы немножко вам описать. Вторая тема, которую я хотел бы обсудить. Мы прям переходим как раз. Очень логический, на мой взгляд, переход. Новость, которая касается перехода проекта на третий подэтап, тринадцатого этапа развития. Он у нас произойдет 11 июня 2019 года в 23.59, то есть меньше двух недель осталось до перехода на следующий подэтап. Вторая тема, что для нас с вами, как для инвесторов и партнеров компаний, означает этот момент. Я выделил такие три важные вещи, которые тоже хотелось бы озвучить. Первое. То, что удорожание долей означает рост ее капитализации. То есть чем дороже становится каждая отдельная доля, тем дороже в совокупности стоит в общей сложности проект. То есть чем дороже доля, тем выше его капитализация. Для нас в будущем, опять же, это в первую очередь значимо по причине того, что связано в связи с выходом на биржу. То есть, соответственно, чем больше будет капитализация проекта, тем выше ее оценят будущие потенциальные инвесторы, которые будут уже покупать акции компании в будущем, гипотетическом будущем на бирже. Второе. Опять же, напомню о том, что весь проект у нас разделен на 15 этапов. О том, что близится постепенно завершение 13 этапа и там останется всего 2 этапа до момента перехода на самофинансирование и полный отказ от привлечения акционерного капитала. Вы это можете прочитать в первоначальном плане, который был в 2014 году. Вы можете прочитать это на нашем сайте. Вот поэтому для нас сейчас, ну как бы вот эти 2 недели, если вы еще не являетесь инвестором Skyway или вы просто хотите укрепить свои позиции, как инвестора можно диверсифицировать портфель, либо у вас есть свободные финансы, вы можете, опять же, приобрести доли с на данный момент закрепленным дисконтом, пока он не изменился. Потому что, напомню, каждый переход к следующему этапу, он в первую очередь связан с уменьшением дисконта. Ну, и третья вещь тоже, она в первую очередь связана с первой темой, это наращивание, проект наращивает потенциал адресных проектов. То есть, если я не ошибаюсь, это в самой новости прописано, о том, что переход на, ну вот такой вот скорый переход на следующий подэтап в первую очередь связан с тем, что, как бы, у нас есть определенные обязательства перед нашими партнерами в ОАЭ, и я думаю, что, опять же, эти обязательства связаны с теми проектами, которые необходимо реализовать в самом ближайшем будущем. Вот. Это те вещи, которые для нас с вами наиболее важны. Я вот тут вижу, что у нас постепенно появляются вопросы в общем чате, я не знаю, останется ли у меня время сегодня ответить на эти вопросы, но я вам гарантирую, что в будущем я очень надеюсь посвящать вопросам прям отдельное время, чтобы, ну, не только вы меня слушали, но и у меня была возможность ответить на ваши конкретные вопросы. Еще пара важных новостей. Статья. Статья в литве на литовском портале о проекте Skyway. Если вкратце, что произошло. На литовском портале вышла большая обзорная статья проекта Skyway. В статье был описан принцип работы струнных технологий, был описан текущий модельный ряд струнного транспорта и были описаны ряд проектов, в которых также Skyway выступает как такой технологический партнер, то есть как разработчик конкретной технологии. Вот. Вроде электрокара, вроде транспорта для людей с ограниченными возможностями, вроде нашего дрона и так далее. Почему именно эта статья является такой важной новостью? Я напомню историю взаимодействия, взаимоотношений проекта Skyway с Литвой, потому что в 2014 году, когда был разработан план из 15 этапов, Литва рассматривалась как страна, в которой должен был располагаться Эк-технопарк, то есть тестовый участок для тестирования струнного транспорта. Там, соответственно, был участок на 40 гектар, он уже был оплачен, но в связи с расследованием, которое инициировала, если не ошибаюсь, да, Литовская прокуратура, она начала досудебное расследование в связи с обвинением Анатолия Эдуардовича Юницкого в мошенничестве. В связи с этим, в связи с началом расследования, Анатолию Эдуардовичу пришлось заморозить все средства, пришлось заморозить проект и, соответственно, покинуть страну. Расследование продолжалось до 2017 года, оно шло 3 года, и в итоге, я думаю, вы все это прекрасно знаете, оно закончилось ничем. Не было найдено никаких доказательств того, что были хотя бы какие-то признаки мошеннической деятельности, но, опять же, для нас с вами это в первую очередь, ну такой, как очень часто я просто слышу эту фразу, что Литовская бросила нас на несколько лет. И это действительно так, потому что, если бы мы начали строительство Экотехнопарка именно в тот же самый момент, я думаю, что сейчас, возможно, те достижения, которые мы имеем сейчас, мы могли бы иметь их год или полтора года назад. Тем не менее, почему новость сама в себе важная? Она важна, потому что это, на мой взгляд, ну, скажем так, знак о изменении отношений, как минимум, литовских СМИ, может быть, и литовского правительства в отношении проекта Skyway. Потому что все тяжелее и тяжелее игнорировать те достижения, которые проект Skyway показывает как сначала в Экотехнопарке, так и теперь, ну, собственно, в проектах в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот. Особенно в связи, например, с последней, я думаю, что это не последнюю роль сыграло, новость в связи со строительством 15-километровой трассы в Абудабе с одобрением проекта строительства этой трассы. Вот. Конечно же, что все сложнее и сложнее игнорировать проекты. Поэтому я думаю, что все больше людей, которые раньше говорили о том, что, ну, как бы, проект нежизнеспособен, то есть, знаете, это вот как в 2014 году говорили, что у вас была идея, у вас, как бы, ничего нет, мы построили Экотехнопарк, сказали, у вас есть Экотехнопарк, у вас нет машины, мы построили машины. Потом нам сказали о том, что, как бы, вы работаете только в Беларуси, это никуда не уйдет. Мы построили, мы начали строительство инновационного центра Skyway в ОАЭ. Говорят, ну, хорошо, но он все равно же нигде не работает. Тут вышла новость уже о том, что мы строим 15-километровую трассу в Абу-Даби, и вот, мне кажется, на этом моменте я просто уже, ну, я лично не могу придумать аргументов, которые вот человек дальше мог бы говорить о том, что, ну, а что, ну, все, все уже готово, все уже стоит, все уже скоро поедет. Вот. Все тяжелее и тяжелее придумать аргументы против проекта Skyway. Да, это вот история взаимоотношений проекта Skyway с Литвой, страна для строительства экс-технапарка в 2014 году, досудебное расследование, в 2017 году расследование не закончилось ничем, и в 2018 году, я думаю, вы помните, это было в августе прошлого года, Антоний Гвардович Ницкий подал ответный риск к прокуратуре Литвы на 10 миллионов евро. Так, давайте перейдем к предпоследней нашей новости. Это письмо, я здесь заметил перед началом вебинара, я просто уже увидел этот момент, который касается петиции о письме, и там, кстати, очень хороший был вопрос, я постараюсь сейчас на него ответить, если, правда, я не перебру вопрос, но мне он запомнился именно таким. Для начала, в чем заключается суть новости, Анатолий Эдуардович Ницкий написал открытое письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко. Письмо можно разделить тоже так на, наверное, на три большие части. В первой части письма Анатолий Эдуардович описывает достижения проекта Skyway в Беларуси и международной арене, в первую очередь Беларуси, то есть описывает шклад проектов в развитии экономики страны, в развитии региональной экономики. В второй части он указывает на то, как публикация и недобросовестное искажение облика проекта Skyway в Литве влияет на его работу. И в третьей он, соответственно, приглашает Александра Лукашенко посетить экотехнопарк в Беларуси, для того, чтобы он лично убедился в том, что эта информация искажена, в том, насколько важную роль играет проект Skyway для развития региональной экономики и экономики Беларуси в целом. Это, соответственно, то, что описал Анатолий Эдуардович в первой части письма, о том, какие на данный момент достижения Skyway показывают его важность для развития экономики Беларуси. Это 11 протестированных машин, это трасса в экотехнопарке на 4 километра, это 36 гектаров экотехнопарка, 50 миллионов долларов установок капитала заострованные технологии, 800 инженеров, то есть 800 рабочих мест. Вообще, если я не ошибаюсь, это одно из градообразующих предприятий. И 200 гектаров УА, то есть вот те три участка, о которых мы говорили ранее. Ключевой вопрос, который, скажем так, я думаю, волнует и вас, как инвесторов, и волнует и самого Анатолия Эдуардовича, это кто виноват. То есть, как бы сказать, чисто в общем, я думаю, что главная цель письма и главная цель, я забыл упомянуть, после того, как вышло письмо, Анатолий Эдуардович создал петицию на Change.org, в которой он просит инициировать расследование в отношении двух белорусских изданий, онлайнерки Дубай, с целью расследовать их деятельность на предмет искажения информации о проекте Skyway. И вот здесь в самом начале прозвучал очень правильный вопрос, касательно того, не смещает ли это акцент. То есть вот сама петиция, не смещает ли она акцент того, что письмо направлено на приглашение Александра Лукашенко в Эко-технопарк. Я думаю, что Анатолий Эдуардович поступил правильно по причине того, что это письмо не направлено на то, чтобы создать некую, знаете, охоту на ведьм. Я думаю, что он прекрасно понимает, что в обоих изданиях работают сотни журналистов, сотни профессионалов, которые не хотят, скажем так, сознательно нанести вред проекту Skyway. И главный вопрос заключается в том, почему какие-то из этих профессионалов, какие-то из этих журналистов сознательно пошли на этот шаг. То есть в первую очередь нас интересуют причины отдельных людей и причины людей, которые стоят за этими статьями. Если вы еще не подписали петицию в поддержку открытого письма Анатолия Эдуардовича, я думаю, сейчас Алексей вам скинет ссылочку в общий чат. Вот, там процесс очень простой. Вы переходите по ссылке, вы указываете имя, фамилию, адрес электронной почты и нажимаете подписаться. Вот на данный момент, если я не ошибаюсь, мы собрали 13 либо 14 тысяч подписей. И, по-моему, вчера, когда закончился рабочий день, там было около 8 или 7 тысяч подписей. То есть я думаю, что чем шире будет освещенность этого вопроса, тем более вероятно, что ее замесят власти Белоруссии, и на нее оборотит внимание Александра Лукашенко, и он действительно посетит Экотехнопарк и увидит эффективность работы струнного транспорта в условиях Экотехнопарка. И давайте, наверное, переходить. Я немножко уже подзадерживаюсь. Давайте переходить к последней новости. Да, вот я вижу, что Алексей скинул ссылку. Переходите, если вы еще не успели подписаться. Последняя новость, такая самая радостная, самая летняя новость. Это объявлена дата Экофеста 2019, который пройдет 17 августа в традиционном Экотехнопарке. Напомню, что Экофест – это такой open air, на котором любой желающий может посмотреть, оценить последние достижения струнного транспорта в реальности, встретиться с людьми, которые создают этот струнный транспорт, встретиться с другими инвесторами, с партнерами компании, почувствовать вот этот объединяющий дух, посмотреть на то, насколько много нас с вами. Я нашел несколько фотографий. Это, значит, информация по Экофесту 2019 года, дата проведения 17 августа. Концепция мероприятия в этом году «Умный город Skyway». Опять же, я думаю, что это говорит о том, что мы с вами увидим, я надеюсь, увидим последние разработки, которые связаны с концепцией «Умного города». Возможно, увидим макеты будущих линейных городов. Возможно, увидим какие-то части технологии, которые связаны с реализацией концепции «Умного города». Я нашел несколько фотографий. Это первый Экофест 2016 года, когда вы видите на заднем плане, это только строится станция и будущая анкерная опора, когда там еще не было практически ничего, но вы видите ажиотаж, который уже тогда он был создан в 2016 году. Потом июнь 2017 года это был второй Экофест. Опять же, здесь уже та же самая станция, анкерная опора по совместительству. Опять же, я просто не могу описать, какое количество людей там на самом деле изображено. Я точно не помню цифр, но тогда точно я помню, что второй Экофест транслировался уже в 40 странах. И про трансляцию, тоже боюсь соврать, но там что-то было порядка, может быть, 10, нескольких десятков тысяч человек уже наблюдали трансляцию второго Экофеста. И, соответственно, третий Экофест, который, я думаю, всем, кто там был, запомнился тем, что посетители стали первыми пассажирами струнного транспорта. Более двух тысяч билетов было продано людям, которые смогли проехаться, стать первыми пассажирами струнного транспорта. Я думаю, что вот это самое главное, чем запомнился Экофест 2018. Я надеюсь, что как бы Экофест в этом году, он нас точно так же не разочарует. И я более чем уверен, что он нас порадует какими-то новыми открытиями. Я очень, я, во-первых, в первую очередь, я приглашаю вас туда. Вот, надеюсь, что если вы приедете, вы, возможно, мы с вами еще и встретимся, и вы сможете посмотреть на людей, которые лично создают струнный транспорт, и поблагодарить их, а они поблагодарят вас за ваш вклад в развитие нашего общего с вами проекта. Ну и, наверное, на этом мы с вами будем заканчивать. Мне было огромным удовольствием вести с вами для вас эту трансляцию. Я надеюсь, что это наша с вами не последняя встреча. И теперь я, наверное, передаю слово Алексею Сходоеву. Я уже вижу, что он подключается к члену правления компании Skyway Capital, который, я думаю, что он выскажет свой личный взгляд на те проекты, которые сейчас реализуются в рамках концепции струнного транспорта проекта Skyway. Ну и касательно других новостей, которые также связаны с развитием струнного транспорта. Алексей, тебе слово. Благодарю, Андрей. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня видно, как слышно. Мы впредь в таком стиле будем вести вебинары, плюс я хотел бы у вас спросить, кто помнит о такой практике, когда в 12 часов по Москве мы делали вводный вебинар. Просто сейчас, как я и говорил ранее, мы максимально формируем автоматизированную систему донесения информации, доведения информации. Вы видели, наверное, мое выступление на инвестиции 2019. То есть это было такое закрытое мероприятие по оповещению для наших инвесторов. Потому что основной целью моего участия на этом мероприятии было донести вот этот скрипт краткой структурированной презентации. Андрей сейчас обязательно сбросит ссылочку. Коллеги, просто те, кто только-только присоединяется к проекту Skyway, обязательно пользуйтесь этим инструментом. И в ближайшее время мы опубликуем также скрипт и дадим в пользование презентацию, инструмент краткой структурированной презентации Skyway. Я думаю, что на данном этапе вам очень сильно это поможет. Потому что данный этап таков, что нам нужно сейчас меньше рассказывать про какие-то глубинные особенности технологии Skyway. Только если вопросы заводят нас при разговоре в эту область, мы отвечаем. И сосредотачиваться именно на стратегии на конкретных текущих новостях. На самом деле сейчас максимально просто доносить информацию о проекте Skyway. И воспримите, пожалуйста, петицию как инструмент донесения информации о проекте Skyway тем людям, которые вообще пока что не в курсе. Потому что я начал разбрасывать эту петицию с просьбой. Просто подпиши и тут не нужно ничего инвестировать, тут не нужно никаких сложных действий предпринимать. И люди начали спрашивать, а что это за проект? То есть представьте, насколько высока прорицательность и логичность, и одновременность даже возможных результатов от этой активности по подписанию петиции. Я абсолютно поддерживаю, потому что так же, как и все мы с вами патриоты своих стран. Я патриот Челябинской, я патриот России. И несмотря на то, что это все развивается сейчас далеко за пределами Республики Беларусь, хочется, чтобы в Республике Беларусь также у нас максимально снизились какие-то нападки и атаки на нас. Потому что из этого формируются, на мой взгляд, целые оранжевые революции на сегодняшний день, что мы видели во многих странах. И это манипуляция массовым сознанием. Поэтому это нужно пресечь, это нужно остановить. И кто, как Анатолий Эдуардович Юницкий, это может сделать как именно лидер и создатель технологии Skyway. В ближайшее время также выйдет очень мощное видео. Я могу сказать, что это видео заряжено определенной энергетикой, хотя такие вещи мало верю. Кто меня знает более близко, понимает, о чем я говорю. Но каким-то образом произошло, что на свой фотоаппарат я записал именно это видео, именно в тот момент, когда Анатолий Эдуардович начал говорить, я не побоюсь этого слова, манифест. И вслед за этим мы увидели петицию. В общем, также обязательно пользуйтесь этим материалом, который в ближайшее время появится на просторах Skyway Capital, на просторах RSV Systems, на просторах SWIC. Я тоже думаю, что оно появится, потому что это наш общий инструмент. И очень эмоционально, когда компании, возможно, будут затрачивать деньги на каких-то актеров. Сам фаундер, сам основатель, сам создатель технологии Skyway говорит в моменте, о том, что было достигнуто, о том, что было создано и почему нас гнобят. И это, естественно, риторический вопрос. Обращение и просьба у меня к вам. Всегда думайте о том, что мы с вами публикуем вне вебинаров, вне наших встреч, вне наших конференций, потому что, насколько мне приятно было видеть, что одним взмахом руки, одной просьбой все видео были удалены из социальных сетей, кто выложил с шаржа. Потому что там была информация, которая была адресована как членам семьи Skyway, даже не народа Skyway, а семьи Skyway. И не всю информацию нужно выносить из дома. Что-то нужно оставлять внутри семьи и применять это для дальнейшего нашего развития и еще лучшего существования. Поэтому я считаю, что это очень логичный исход того, что Анатолий Эдуардович сказал в шарже. И это не крик души одного человека, это крик целой будущей транснациональной корпорации. Это крик более пяти сотен тысяч инвесторов. Потому что все мы с вами в будущем должны, тут именно слово должны, потому что если не станем, то мы будем слабы стать одним организмом, который абсолютно слаженно действует, двигается, принимает решения, рассылает информацию, как вот эти вот бравые сто спартанцев, которые проходили, проходили обучение более восьми циклов у Юрия Галаты. И они были удостоены чести среди первой сотни людей увидеть то, что было уже сформировано. И сейчас это уже устаревшие новости, то, что касается будущего научного, мирового, инновационного центра Skyway на территории Арабских Эмиратов в шарже. И вот эти фотографии, это тоже уже устаревшая информация. Нам нечего показать нового, я честно признаюсь, потому что это информационный вакуум и это полное согласование с нашими арабскими партнерами. Но если говорить за те вообще процессы, которые и происходили, и происходят, свершается невозможное. И чудеса становятся явью, когда несуществующие стандарты абсолютно появляются внутри большой сформировавшейся страны в плане строительства новых сооружений. Андрей вскользь упомянул про эко-дом, и я хотел бы более подробно остановиться, потому что это сооружение, которое будет революционным прорывом в области строительства экологического домостроения и быстровозводимого домостроения с учетом пожаробезопасности и с учетом всего комфорта для проживающих, когда это будут уже какие-то будущие коммерческие образцы внутри этого эко-дома. И на самом деле предвосхищая ваши ожидания, потому что все хотят всегда развивать наш проект, и чтобы структуры постоянно получали какой-то интерес к развитию нашего общего дела. Я могу сказать, что даже когда будет закрыто полностью финансирование в 15 этапах, это шествие мира Skyway, Skyworld продолжится по всей планете. И уже направления сформированы. Это была просьба от нас, как от членов правления, начать формировать эту стратегию. И я думаю, что вы предполагаете, сколько изумительных решений находится в голове Анатолия Эдуардовича за все исследования прошлых 40 лет. И самые лучшие будут обнародованы и упакованы в виде коммерческих проектов. И даже первые решения внутри компании Skyway мы видели это Unimobile, который, кстати, очень сильно и очень серьезно заинтересовал того партнера, о котором я когда-то упоминал зимой на вебинаре. Это очень серьезный инфраструктурный лидер, очень серьезный предприниматель, бизнесмен Али, о котором я расскажу уже на засыпку, так скажем, в конце своего монолога, потому что еще очень много вещей хочется вам поведать. Мы установили рекорды вообще в строительстве и побили свой собственный рекорд. Когда целые индустрии и целые новые стандарты создаются как минимум 5, а то и 10 лет. Всего лишь за год с момента подписания необходимых соглашений, необходимых контрактов мы не просто продвинулись в плане переговоров, а уже давно, так скажем, был построен Unicar в тропическом исполнении. И в самое ближайшее время он прибудет. Я думаю, что после окончания Рамадана нас ожидают весьма громкие новости по продолжению строительства и уже близкого окончания строительства первого участка в 400 метров. И не стоит думать, потому что мне начали задавать огромное количество вопросов, это опять же боязнь, фобия. И я сам этого боюсь, друзья. Честно признаюсь, что когда будет закрыто финансирование, хочется всегда развивать проект Skyway. Но, как я и вам сказал, брание всегда у нас эта возможность будет. И вообще логика, идеология, которая касается нас всех с вами, мы постепенно вырастаем из коротких штанишек краудинвестинга и становимся крупным коллективным институциональным инвестором. И в будущем мы будем соревноваться с крупными обычными институциональными инвесторами, потому что наш общий пакет долей, он может поконкурировать с будущим крупным инвестором. И здесь вопрос в слаженности и синхронности наших действий. Я думаю, что сквозь такие новости и сквозь будущие новости про нулевой километр Андрей вскользь упомянул. И точная дата пока неизвестна. Но я думаю, что это будет весьма громкое событие в плане продвижения маркетингового направления SkyWay, направления SkyPod в Арабских Эмиратах. И задавали вопрос, который также неоднократно задавали, почему SkyPod. Sky – это приставка от компании SkyWay, будущей транснациональной корпорации SkyWay Technologies Companies. И POD – это то понятное обозначение некого устройства, некого девайса, некого пространства, которое будет перемещаться. Это чисто маркетинговое обозначение на английском языке. И оно было принято нашими партнерами арабскими, и оно также было поддержано правительством Арабских Эмиратов. И Анатолий Эдуардович, в чем хоть отбавляй, вывод действительно благосклонности к решениям наших партнеров, которые показывают не просто бла-бла словами, а которые показывают действиями. Потому что на минуточку та земля, которая была выделена в Арабских Эмиратах, она стоит более миллиарда долларов. Это выделено было бесплатно. И вся интеллектуальная собственность, также очень много вопросов мне задают и по-прежнему будут задавать, она относится к SkyWay Technologies Companies. И она не относится к нашим крупным стратегическим инвесторам. И все, поверьте на слово, очень серьезно и очень основательно поделено. Как в плане, кто чем обладает, так и в плане, кто что делает. И кто что делает, вы видите скорость строительства. В Беларуси эта скорость была бы еще быстрее. Но мы готовы подстраиваться, мы подстраиваемся и будем подстраиваться под стандарты тех стран, в которые мы приходим. И на сегодняшний день мы пришли, никого не прося, ни о чем, ни на какие-то чужие средства для строительства и реализации не просто технологии SkyWay, а технологии SkyWay уже в условиях жаркого, сверхжаркого, знойного климата, также влажного, также песчаные пыльные бури. И представьте, насколько абразивный материал, насколько это может все повредить, как узлы, агрегаты подвижных составов, так и элементы путевой структуры. Это невозможно испытать в Республике Беларуси, как это не хотелось бы. И это можно испытать только на территории той страны, которая имеет такой климат. И вот эта цитата на слайде мне очень нравится. Она внушает сверхоптимизм и она внушает доверие компании, доверие к Юницкому и доверие к нашему общему делу, поэтому еще больше каждый день инвесторов присоединяется к нашему проекту. Что все самое сложное, самое трудное уже позади. И я нисколько не исключаю, что и какие-то корпоративные внутренние игры были. И мы видели, что кто-то появлялся в ходе развития арабского проекта, кто-то пропадал из поля зрения. Я думаю, что кто умеет замечать, это абсолютно замечает. И всеми этими процессами управляет в первую очередь Панатолий Эдуардович как визионер, как человек, который видит всю ситуацию сверху, но пообщаясь и согласуя несколько, некоторые вещи с нашими крупными стратегическими партнерами. Потому что это пока что не инвестиция в виде денег. Потому что, отвечая на вопрос Игоря, я могу честно, открыто сказать, и это никакая не скрытая информация, что все, что сейчас создается в Арабских Эмиратах, что касается первых четырех сотен метров, создается на деньги инвесторов, которые сейчас инвестируют проект SkyWay. То, что касается 15 километров с 21 станции, для этого как раз таки создается то, что сейчас на территории Шаржа рождается. И это не просто какой-то демонстрационный тестовый технопарк, полигон. Это не просто шоурум. Это готовый испытательный проект. Это готовый коммерческий образец, продлить его и, собственно, вот вам коммерческий проект. И это не то, что мы реализовывали на территории и продолжаем реализовывать на территории экотехнопарка. Про петицию я думаю, что всем абсолютно понятно. Появится дополнительный материал, дополнительное видео. На следующем вебинаре через две недели, я думаю, что тысяч тридцать минимум, это самая минимальная планка, которую я могу отметить, подпишут эту петицию. Мой личный взгляд и, Анатолий Эдуардович, вы помните, что уже долгие месяцы назад у нас время бежит очень быстро и очень медленно, с одной стороны, потому что медленно мы находимся все с вами в информационном вакууме. Всем хочется узнать, что происходит на стройке шаржа. Нам всем также хочется узнать и кто находится в членах правления и, казалось бы, обладает какой-то инсайтной информацией. Мы также ей не обладаем. И вот то, что касается моего любимого направления освоения колонизации ближнего космоса, меня действительно очень радует. И Анатолий Эдуардович, опять же, вовремя, я не знаю, кто ему это сверху подсказывает, наверное, огромный поток просто из космоса к нему в голову льется. Поэтому такие решения он принимает задолго до презентации Blue Moon проекта, то есть полетов на Луну, колонизации Луны. Но это, я считаю, такое очень эфемерное направление, как мир во всем мире. Инвестиции можно собрать, но вопрос, на что будут собираться инвестиции. И он уже говорил в логике того, что Юницкий написал в виде открытого письма, как Джеффу Безосу, так и Илону Маску. У Илона дела сейчас обстоят и хорошо, и не очень хорошо. На следующем слайде вы это поймете, почему. Но руководитель крупной транснациональной корпорации, которая в недавнем времени преодолела планку в 1 триллион долларов капитализации и соревнуется с компанией Apple в самой крупной капитализации в мире. Компания объявляет о том, что да, действительно, не просто нужно задумываться, уже сейчас нужно двигаться в этом направлении и формировать направление освоения ближнего космоса. Но отличие от Юницкого в его осуждениях заключается в том, что он говорит о перемещении триллиона людей в условия космоса. И посмотрите фильм «Эквилибрум». Он замечательно показывает то, чего Юницкий на самом деле остерегается и опасается. Это будет самый большой промах нас с вами, всех людей, живущих на планете Земля. Если каким-то образом так сложится, что будет сформирована колония в ближнем космосе, более 6 миллиардов людей, возьмем маленькую такую прикидку, переместятся туда. И туда как раз таки переместятся сначала самые богатые, то есть золотой миллиард, так скажем. И те люди, которые нужны самым богатым. И потом Земля, наша с вами любимая, наша с вами родимая, превратится в сущий ад. Она будет захламлена вредным производством. И меня всегда спрашивают, когда… Вот Алексей, тебя очень интересует тема Spaceway, но когда мир поймет об этом? Мое личное мнение, мир поймет об этом, когда начнут такие последствия наступать, как затапливание первых континентов, первых городов, когда уже будет невооруженным взглядом виден необратимый процесс, и что нужно что-то менять. Но я очень рад, и Анатолий Эдуардович также свое мнение высказал, что большая честь, что господин Безос нашел время ознакомиться с письмом. И несомненно, Безос ознакомился с письмом, потому что, даже если не ошибаюсь, визуализации какие-то из мира Spaceway были показаны. И вся концепция создания футуристичного высокотехнологичного транспорта, который сможет вынести сотни миллионов тонн груза и пассажиров в ближний космос, это все Юницкий говорил. И давайте поговорим о том, на что также можно привлекать внимание ваших коллег, ваших друзей и тех людей, кто не знаком абсолютно с проектом Skyway. Говоря об этом слайде, я хотел бы, чтобы они будут строиться, Игорь, вот вы спрашиваете, на чьи деньги будет строиться 15 километров и 21 станция. Они, предположительно, сейчас будут строиться, конечно же, уже на деньги крупных институциональных и частных инвесторов. И для этого реализуется сейчас первые 400 метров. Как покажет будущее, мы увидим в будущем. И сейчас я хотел бы остановиться на таких нематериальных мотивациях инвестировать. Поднимите руку и поставьте плюсик, кого мотивирует инвестировать. Я точно знаю, что в 2014 году мотивировала инвестировать та концепция, что мы все-таки создаем будущее и закладываем будущее для наших детей, чистый мир, чистую цивилизацию. И тогда где-то вдали мелькали дивиденды, где-то вдали мелькала потенциальная стоимость акций. Это все была нематериальная мотивация. И я вам хотел бы рассказать еще несколько критериев нематериальных мотиваций инвестировать в проект Skyway, на мой взгляд. Поэтому будут подготовлены лендинги и это поможет вам продвигать проект. Второе, на чем я хотел остановиться, помимо изменения климата и помимо необратимого изменения экологии, которое сейчас происходит, это то, что сейчас стремительно развивается искусственный интеллект. И в какое направление хотели бы вы инвестировать? В тот искусственный интеллект, который сможет заменить сначала какие-то простые профессии, а потом все профессии или в искусственный интеллект, который позволяет двигаться нашим подвижным составом, инвестируя в технологию Skyway. Потому что каждый подвижной состав это Android, это транспортный гаджет, это транспортный робот. Но это дружественный нам артефакт, цифровой артефакт и устройство, потому что он помогает нам перемещаться с большой скоростью между городами и между континентами. И если говорить про опасности искусственного интеллекта, то о нем даже говорил Илон Маск. И как вам та перспектива, что роботы заберут нашу работу? Роботы заберут работу бухгалтеров, роботы заберут работу медиков, хирургов и многие другие профессии, которые сейчас приносят хороший доход. Выход один. Нужно инвестировать в то, что, ну и наших детей тоже отчасти. Я не буду останавливаться на теме чипирования и так далее. То есть это немножко другая область и не для наших вебинаров. Но вы все прекрасно понимаете и все сами прекрасно додумаете. И основная такая безопасная гавань это выбрать венчурный инвестиционный проект, который переживет все экономические кризисы, которые близятся и я не отказываюсь от своих слов до конца 2020 года. На мой взгляд, предположительно, мной лично будет очень серьезный экономический кризис. Об этом я могу сказать, анализируя сверх бум IPO на сегодняшний день. И 2018 год это был ICO год и криптовалютных раздутых компаний, рынков, скамов. Огромное количество инвестиций было собрано. На рекордные капитализации вышла индустрия криптовалют. И сейчас 2019 год это год платформ. И когда-то Джобс и Билл Гейтс сказали интересную книжку, сейчас читаю про стратегии компании. Они сказали, что и вообще-то исследования говорят, что необходимо создавать не уникальную технологию, а целый мир, целую вселенную этой технологии и будущую платформу, на основе которой будут разрабатываться новые технологии. И как раз таки это Юницкий и делает. Skyway это струнный транспорт и струнные технологии. Это та платформа, которая родит множество технологий и самое выгодное инвестировать в те компании, которые формируют вселенную новых технологий. И третье, о чем я хотел сказать, нематериальная мотивация. Это то, о чем радуется Илон Маск, потому что в недавнем времени была запущена первая партия спутников. То есть цель, казалось бы, добрая и такая всеобъемлющая и положительная. Охватить планету высокоскоростным интернетом и подарить людям возможность еще больше перемещать данные. Но что бы вы выбрали? Ускорить скорость передачи данных внутри информационной глобальной мировой сети, которая уже сформирована и сейчас уже с комфортной скоростью мы все можем передавать данные. Или же все-таки ускорить перемещение нас с вами самих, остальных пассажиров, товаров и грузов внутри новой мировой сети на основе платформенной, основообразующей технологии Skyway, которая родит целую вселенную будущих технологий. Поставьте один-два, что вас больше мотивирует. Потому что даже самым конченным скептикам я задавал этот вопрос и люди не могут совладать и обмануть себя. Конечно же хочется быстрее перемещаться и у всех у нас с вами находятся друзья, близкие, у кого-то родители, у кого-то наоборот дети на других континентах, в других странах и мы не можем сейчас абсолютно доступно к ним быстро переместиться. Это нематериальная мотивация инвестиций в проект Skyway. Если говорить про вот этот тренд 5G, то это на мой взгляд идет нарушение биосферы вообще человека. И Юницкий закладывает в логику идеологию, миссию компании, сохранение биосферы планеты Земля для всего живого и для всего человечества. Это было озвучено на форуме The South Systems 3D Experience, на котором выступал Алексей Воленко с очень мощной идеологической в том числе презентацией. И я не буду вдаваться в подробности, вредит здоровью или нет. Поставьте да, нет, вредит ли здоровью 5G. Интересно услышать ваше мнение. Но то, что касается Skyway, мира Skyway, все эко-дома, все будущие направления в плане недвижимости, в плане создания каких-то предварительных тестовых домов, которые будут использоваться и в логике Spaceway даже в будущем. Все это нас с вами, и подвижные составы, конечно же, все это нас с вами позволит оградить от влияния вредных волн. Может быть, этого влияния и нет. Но все направлено именно на человека, именно на сохранение биосферы, именно на сохранение нашей планеты. И это та мне материальная мотивация, которая меня лично безумно бы замотивировала инвестировать, видя те новости и видя те этапы, которые мы с вами сейчас видим. Представьте то, что находясь внутри сети Transnet, вы будете ограждены от пагубного влияния этих волн, находясь внутри наших эко-домов, находясь внутри наших подвижных составов, потому что есть такие решения, чтобы это все дело оградить. И таким образом уже рождается некая такая очень мощная социальная основа, и мы сможем даже бороться с какими-то биржевыми трендами на основе идеологии, становясь единым слаженным организмом. Вот Маск очень сильно, я думаю, что радовался, ну, по крайней мере, те, кто всю эту компанию запустили с точки зрения маркетинга. Уже вы заметили, что мало кто говорит о Марсе, но мозги, особенно молодежи, очень серьезно промыли, потому что в хай-тек, на форумах, в телеграм-чатах я вижу такой имидж Илона Маска, как какого-то идола, железного человека. И настанет время, что Юницкого будут ассоциировать, именно как и подобает с инженером и создателем прорывных технологий, которые меняют жизнь человека. И когда вам будут говорить про Маска, приведите сравнение, насколько была такая вредная стратегия, я бы сказал, даже для институциональных инвесторов, которые поверили в Теслу на самых ранних стадиях, потому что были условия обратного выкупа. Мы с вами все развиваемся по стратегии, по юридической схеме Convertible Loan, то есть мы инвестируем и даем взаймы наши деньги, и компания обязуется потом их вернуть либо с минимальной прибылью за несколько лет, это прописано в условиях инвестиционного меморандума, либо мы сможем конвертировать их, вот эти вот некие активы, доли в реальные акции. И что касается инвесторов компании Тесла, был определенный триггер и лимит. Если не ошибаюсь, кто точно знает, больше трех сотен долларов должна была стоить акция, иначе в этом случае компания совершает обратный выкуп. Да, был совершен самый крупный обратный выкуп, но потом компания, несмотря на то, что маркетинговое такое, казалось бы, очень серьезное мероприятие, институциональные инвесторы не поверили, как хотелось бы, в Теслу. И даже не спасла стратегия создания онлайн-продаж, ничего не спасло. Компания Тесла достигла рекордных минимумов и падения позиции в стоимости своих акций. И в этом же я могу привести пример неудачных IPO Uber и Lyft. И это произошло только по той причине, на мой взгляд, потому что крупные инвесторы и средние инвесторы, которые входят на IPO, сейчас предпочитают инвестировать в те секторы, которые создают действительно прорывные технологии и какие-то полезные для медицины, для IT-сферы новые направления. Что касается Uber и Lyft, это использование нового IT-сектора, но применимо к старой транспортной технологии. И все ожидали бума беспилотных автомобилей, этого не произошло. Беспилотные автомобили, так же, как я говорил ранее на вебинарах, это пейджеры. Это SMS-ки, сейчас мы редко посылаем SMS-ки и посылаем бесплатные сообщения в мессенджерах. Это оплата только интернета. И то, что касается вот этих райдшеринговых компаний Uber и Lyft, если бы они использовали модель струнного транспорта, модель транспорта над землей, на мой взгляд, институциональные инвесторы проголосовали бы очень серьезным рублем и компании в первый же день разместили бы свое IPO с большой прибыльностью. Поставьте минусы, поставьте плюсы, кто согласен со мной по Uber и Lyft и кто не согласен. Я надеюсь, что наконец-то вы поняли, о каком лифте я говорю постоянно по этому графику. И вот этого человека вы видели на зимнем вебинаре. Это Али, это очень мощный инфраструктурный предприниматель, лидер. Он вхож в политические круги Сирии, Ливана и многих африканских стран. Очень сильно желал посетить Эко-технопарк, в этом отказать мы не имели права. И приехал за свои абсолютно деньги, никто не помогал. Эта эпоха также неизбежно уже закончилась, когда мы возили первых арабских потенциальных партнеров, фронтишек возил за свои деньги. То есть сейчас совершенно другой разговор. Но на что я хотел бы обратить внимание и сфокусировать нас всех с вами? На то, что наша с вами задача сейчас это только привлекать инвестиции. И желательно привлекать крупные инвестиции, как я сказал в своей краткой структурированной презентации. Это речь направлена на тех, кто желает инвестировать от 1 миллиона долларов. Потому что это время настало. И этот человек хотел инвестировать намного больше миллиона долларов, но в виде проекта. У него был готовый проект, вы видите на доске, то есть как раз было обсуждение. И если кто-то не понимает, что сейчас максимальный фокус у нас направлен на Арабские Эмираты, это максимальная защита наших инвестиций. И мы не можем рассматривать другие направления в логике стратегических соображений и в логике сохранения ресурсов, как и материальных, так и человеческих. Этому человеку был дан отказ на реализацию очень интересного туристического проекта. Потому что подобный проект сейчас отнял бы у нас больше ресурсов, чем прибавил бы. И фокус, самое главное, сместился бы. Но Али абсолютно понимает и видение, и концепцию. Я признаюсь честно, что очень сильно я расстроился, и он расстроился, потому что я ехал с таким ощущением, что есть финансирование на проекты, оно действительно есть. Но сейчас логика в том, что мы не можем брать даже проекты с финансированием, которые сместят фокус. И если это будут проекты, то это логика стратегии целых государств. Потому что сейчас в первую очередь мы играем по-крупному. А потом уже будем приходить в города, потом на улицы. Но приходим к тому, кто сейчас готов нас слышать, как Арабские Эмираты. Но что я хотел бы отметить, не зря Али приехал, потому что его очень сильно и очень серьезно заинтересовало направление Юнимобиля. И направление Юнимобиля, я могу сказать, что травля даже на это ответвление вселенной технологии Skyway была начата в 2018 году, когда я начал смотреть материалы. Причем это подготовленный, это сдублированный, прямо под копирку материал, что очень какой-то странный транспорт, очень странный электромобиль, видите ли, появляется. Но все издания просто под копирку сдублицировали этот материал. Видно, что это заказ и нашего коллегу очень сильно это все заинтересовало. Он по-прежнему видит перспективу, что когда фокус чуть-чуть можно будет сместить и масштабировать, и это время настанет, я думаю, что в ближайшие годы оно настанет, что мы сможем обратить внимание и на другие страны в реализации крупных проектов в очереди за арабскими проектами. И обязательно он будет сотрудничать и далее. Юнимобиль ему был близок тем, что сестра на самом деле также является инвалидом. И вообще в Ливане, в Сирии огромная проблема в том, что многие люди потеряли возможность самостоятельного передвижения после многочисленных войн. Это в южных частях этих стран. И Юнимобиль, так же, как, собственно, те, кто с Африки будут смотреть в записи этот вебинар, Ваш регион, в особенности Абиджан, идеально подходит для струнного транспорта, и настанет время реализации через водные препятствия. И то, что Вы сейчас преодолеваете за 40 минут, можно будет преодолеть расстояние за 5-10 минут. И Юнимобиль, мы увидим развитие этого направления. Александр Викторович Сенкевич, это направление сейчас уже активно продолжает и развивает уже несколько другой ипостази, о чем я сейчас не могу говорить. Но у нас появились первые наметки серьезных партнеров по направлению Юнимобиль. И что я могу отметить, что абсолютно не подделать. Вот этот слайд говорит о том, что все отмечают экологическую направленность транспорта Skyway. Все хотят подняться на озелененную крышу, и все руками трогают мох, и понимают, что эта технология действительно направлена не на просто создание революционных транспортных инфраструктурных решений, но и на сохранение всей биосферы планеты Земля. Поэтому мы это будем все дело педалировать, продолжать. Я буду держать Вас в курсе в рамках того, что можно говорить. Но я думаю, что Вы понимаете слайды, насколько направление заинтересовало. И так же, как мы сохраняем биосферу, нужно соблюдать экологию нашей речи. Поставьте плюсики, кто заметил изменения или минусы, кто не заметил, немножко по моей речи с декабря. Потому что я продолжаю ходить на занятия почти как спортзал. И экология речи – это очень важно при донесении информации. Поэтому 14 и 15 июня будут специальные мероприятия «Тренажер спикера». Они наверняка будут транслироваться онлайн. Это как раз-таки наши те бравые спартанцы, которые также среди первых будут узнавать и будут посещать мероприятия. Это формирование уже, я не побоюсь этого слова, некого элитного клуба Skyway Capital. И люди показывают действиями. Всегда они мыслями, они предположениями, они планами. Если ты действуешь, то тебя замечают. Запомните это, пожалуйста. Потому что те люди, которые активно себя проявляют и в плане подготовки по маркетингу, обязательно со всеми общаемся. Вы видите, что неспроста появился и Андрей в качестве спикеров. Да, конечно же, нужно будет что-то корректировать, нужно будет что-то расти. Но, кстати, поставьте от 1 до 10, как вам понравилось выступление Андрея, несмотря на какие-то первые, такие, может быть, сложности, потому что вебинар вести это немножко другие эмоции. Мы не видим цифр 1, и этот спикер был отобран мной. Я с ним познакомился на выставке инвестиций 2019. И если у вас есть конкретные навыки, конкретное видение, как, допустим, помочь по автоматизированному маркетингу компании, я знаю, что многие ребята привлекают трафик уже сами. Мы хотим это смасштабировать, и для того, чтобы нас стало не 500 тысяч, а 50 миллионов, и я не боюсь этой цифры, уже в ближайшие года нужно привлекать максимально холодный трафик с интернета. И те, кто разбирается в маркетинге, те, кто понимает, как выстраивать воронки продаж, пишите мне, связывайтесь, давайте свои знания, концепции, попишите, что вы в первую очередь знаете. И вы можете писать на globalmoney777.gmail.com. Это мой неизменный почтовый ящик, неофициальный, так скажем, мой личный, с пометкой Skyway Capital автоматизированный маркетинг, либо просто маркетинг. Если у вас есть умения, знания, как выстраивать глобальные воронки продаж, мы обязательно прислушаемся, увидим и с удовольствием будем работать с вами в фокус-группе, в команде на формирование глобальной международной сети автоматизированного маркетинга. И как вы думаете, кто будет обрабатывать это? Это будут обрабатывать те люди, как сейчас появился Андрей. И такие люди, такие спикеры появятся на других языках также. Это виртуальные амбассадоры, я называю наших спикеров, которые могут включиться, смогут включиться в залах ожидания аэропорта, в отелях, просто на улице для того, чтобы провести неизменный вебинар в установленное время. Потому что это будет их миссия, так же, как миссия реальных амбассадоров, которые будут приезжать в те или иные страны для развития и становления рынка проекта Skyway Capital. Я всегда повторяю Skyway Capital, потому что все самое интересное и актуальное в проекте Skyway, которые на данный момент ведут я, Алексей Сукадоев, член правления Skyway Capital, и Андрей, мой помощник по спикерскому искусству сейчас на этом вебинаре. Мы охватываем именно Skyway Capital. По огромным просьбам участников нашего партнерского стороннего фонда SWIG, я не буду затрагивать какие-то моменты, которые я вижу, по крайней мере, пока это не выходит за какие-то рамки или не будет выдано распоряжение от лица головной компании. Мы все делаем одно дело, и если слоган EXPO 2020 – это «Соединяя умы, мы создаем будущее», я хотел бы, чтобы вы запомнили, что только объединившись мы создаем будущее. Они соединяют умы, а мы объединяем все, чтобы создать то будущее, которое спасет биосферу и всю нашу планету Земля. Благодарю за внимание. С вами Алексей Суходоев. До скорых встреч, до скорых вебинаров. Счастливо, а сейчас я готов ответить на вопросы. Если остались вопросы, то, пожалуйста, пишите. Крипторынок сейчас в росте, когда будет информация по токенам? Я лично ожидаю коррекцию еще биткоина. Я все это вижу и увидел, как 8000 был преодолен рубеж. Но будет коррекция, и, возможно, она будет достаточно больная. Направление токенов развивается. Я не имею доступа к этой информации. Но думаю, что там все идет хорошо. Алексей, почему вы, Владимир Маслов, Просвик и Хавратова, Юниты и другие компании постоянно негативно высказываетесь? Вы уверены, что у Skyway Capital нет ошибок? Я скажу так. Я уверен, что Skyway Capital фокусируется только на Skyway. И на привлечении инвестиций в Skyway и в мир Skyway. Надеюсь, что эта фраза никого не обидела. Еще вопросы, коллеги? Ну, если вопросов нет, то до скорых встреч на следующем вебинаре через две недели. Счастливо! 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 Счастливо!